Газдолг снижается быстрее, чем ожидалось Минфин. Министерство финансов рассчитывает снизить соотношение газдолга к ВВП до 49% на конец 2020 года. На заседании в среду, 22 августа, Кабинет министров одобрил обновленную среднесрочную стратегию управления государственным долгом. В Минфине заявляют, что газдолг к концу года сократится до 60% при прогнозе в 62%. Принятие стратегии на 2018-2020 годы обусловливается необходимостью определения основных мероприятий для снижения его объема. Она предполагает установление на законодательном уровне целей, задачи мер по управлению государственным долгом в среднесрочной перспективе. Как заявил премьер-министр Владимир Грайсман, обслуживание газдолга обходится Украине в 130 млрд грн ежегодно. Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за следующие периоды должны 30 млрд грн вернуть, сказал премьер. У нас есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать, добавил он. Говоря о газдолге, премьер подчеркнул, что хочет лишиться этих финансовых оков. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что уровень прямого газдолга Украины к воловому внутреннему продукту должен снизиться до 60% к концу года, а сейчас составляет 61-5%. Наша стратегия и цели очень амбициозны. До конца этого года достичь 60%, следующего года – 52% и до конца 2020 года, иметь долг не больше 49% ВВП, заявила Маркарова. Отметим, газдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1%, до 1833,7 млрд грн или 65,3 млрд, в том числе внешний, до 38,5 млрд. Однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 89% ВВП до 71,8% ВВП. Как сообщалось, на данный момент газдолг Украины достиг 76,3 млрд долларов. Чтобы покрыть газдолг, каждый украинец должен скинуться по 1800 долларов. Отметим, объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд грн, а в следующем – 317,5 млрд. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком.